Мурашки бегут по коже шахта на Кузбассе. Мурашки бегут по коже на Кузбассе. Мурашки бегут по коже на Кузбассе. Мурашки бегут по коже на Кузбассе. Дальше заготовки отправляют на пошив. Кожу и ткань прошивают прочными нитями. В цеху за эти процессы отвечают автоматизированные машины. За одну смену операторы конвейера выпускают более 600 пар обуви. Этот конвейер был в 2007 году с нами започен. Дальше были увеличены мощности, закуплены дополнительные машины. Но пробирован впервые был в 2007 году. Это впервые в России была введена вот эта вот автоматизированная линия. Чем она интересна? В первую очередь это то, что мы уходим от сложно доступных профессионалов швей, которые сегодня являются страшным дефицитом. Подготовка операторов занимает две недели. Подготовка швей от года до шести лет. А с помощью вот таких роботов на заводе к обуви крепят подошвы из резины и полиуретана. Ранее мы с вами смотрели, как делают заготовку. Здесь мы видим, как приливают подошву на эту заготовку. Машина полностью автоматизированная. Работают всего лишь два человека. Выпускает свиной 950 пар. Сейчас на заводе выпускают более 200 моделей обуви. Ботинки защиты от шелочей и кислот. Меховые унты, которым нипочем морозы в минус 50. А также сапоги для экстремально высокой температуры 300 градусов. Весь секрет в подошве. Эта подошва держит 300 градусов. Плюс 300 градусов. То есть состав резины. То есть когда человек стоит на плите, на горячей, которая накаленная, там, металлурги в основном, а то, да, термисты, металлурги, это вот обувь для этих специальностей. Специальная обувь из Чубаксар себя зарекомендовала. Спрос на продукцию растет. Среди крупных заказчиков корпорации «Газпром» «РЖД». Мы участвуем на электронных торгах. Это по 223 закону, по 44 закону. Плюс долгосрочные связи между нашими партнерами, связанные за 25 лет, они не нарушаются. В этом году мы хотим выйти на миллион паров. На сегодняшний день, с учетом импортозамещения и то, что многие сегодня законы, в принципе, диктуют, что надо брать у российского производителя, открыли нам более широкий рынок сбыток. Если раньше на предприятии производили только спецобувь, то сейчас здесь начали осваивать и новые рынки. В яхтинге уже наладили выпуск прогулочных ботинок и кроссовок. Для этого было необходимо нарастить мощности и создать новые рабочие места. Для инвестиционных проектов в республиканском Минейке предусмотрены меры поддержки. В 2018 году предприятие «Яхтинг» начало реализацию нового проекта инвестиционного по организации производства специальной и трекинговой обуви. Инвестиции в размере 200 миллионов рублей. Налоговые поступления по выходу данного проекта на производственную мощность более 500 миллионов рублей. И будет создано 140 новых рабочих мест. В этом году предприятие подало заявку в фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности Чувашской республики. Данная заявка рассматривается с целью получения государственной поддержки. В Министерстве экономического развития республики отмечают, что перед заводом открываются новые перспективы. По прогнозам спрос на обувь продолжит расти и дальше. Главное не терять доверие постоянных заказчиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова